Всем привет! Сегодня 18 февраля, 2023 год, вы с Олегом Соскиным. Обсудим следующую проблематику. Это фактически полное стратегическое структурирование фронтов в рамках войны, которая ведется на юге и востоке Украины. Российская Федерация ведет во главе с Путиным. Против Украины геносидно-террористическую войну. Так вот, на этом фронте, где-то больше тысячи километров, произошла такая новая конфигурация. Назначены Шойгу, Герасимов, соответственно, ну и Путин. Назначены новые, окончательно назначены новые главнокомандующие. Четыре главнокомандующих, то есть сформирован Центральный фронт, Западный, Южный и Восточный фронт. Центральный фронт возглавляет Мордвичев, 47 лет. Западный Никифоров, 53 года. Южный Кузовлев, 56 лет. И Восточный Мурадов, там 50 лет ему в этом году будет. Рустам. Давайте небольшую дадим их характеристику. Чем они отличаются? Что их главное характеризует? Почему они вдруг получили эти назначения? Это важно, потому что мы видим, что практически уничтожается роль ВЧК Вагнера. То есть, по сути, уголовники сделали зэки свое дело. Пригожин, Уткин все выполнили, что надо. Они удерживали ситуацию. Пока шла военная подготовка, обучение мобиков. По сути, конец февраля, вот эти 300 тысяч, которых мобилизовали, 350, которые мобилизовали, фактически они полностью переучены. Сколько там их осталось, мы не знаем. Но вот эту функцию, самую ударную, выполнили как раз ЧВК Вагнера. И их потери составили порядка в Украине более 30 тысяч. 90% это именно из мест заключения. То есть, получается, осужденные как раз и выполняли роль, чтобы украинская армия в этот период не прорвала фронт. И в районе Сватова, это было Рубежное, и в районе Солидара, и сегодня это Артемовс Бахмут, Углидар, следующее направление и так далее. То есть, практически уже как таковой Вагнер с его вот этими волнами атак, с огромными потерями, он уже не нужен. Да и уже заключенные поняли, что туда идти, так это практически никаких шансов выжить нет. То есть, это была мясорубка специально продуманная. Но они, конечно, тоже много украинских воинов положили. Теперь переходит уже российская армия Путин, переводит ее уже в более российскую армию, в более такое, скажем, серьезное уже организм, который будет уже системно воевать с Украиной. Что характерно для всех этих, так называемых, новых начальников фронтов? Итак, например, Кузовлев. Кузовлев у нас возглавляет Южный фронт. Я уже вам говорил, родился в 67-м году, Мичурин, Стамбовская область, военно-воздушное училище закончил, Рязанское гвардейское воздушное десантное училище. Чем отличается? Воевал в Первой Чеченской войне, Второй Чеченской войне и войне в оккупации Сирийской Арабской Республики. То есть, мы с вами имеем абсолютно провинциал, поднялся из ниоткуда. Это конвейерный убийца, это геноцидник, это человек, конечно, уже с нарушенной полностью психикой. То есть, этого конвейерного убийцу поставили руководить Кузовкин, это Южный фронт. Давайте других смотреть. Ну, например, смотрим Мурадова. Родился в Дагестане, вот, 49 лет, в этом году будет 50, в марте ему исполнится. По национальности, какой-то табасаран. Вот, вообще непонятно, откуда взялся. Закончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище. Дальше, дальше, дальше. А дальше снова выйдем на его биографию. Это человек, тоже имеющий опыт убийств. А именно, Чеченская война, представляете? Сражение. Первая Чеченская война. Второе. Вторжение, тут написано, боевиков Дагестан. То есть, это отражение национально-патриотических сил уничтожения. В Дагестане он участвовал. Дальше, Вторая Чеченская война. Это все геноцидные войны. И военная операция России в Сирии. Ну, и в Нагорном Карабахе был. То есть, это тоже законченный конвейерный убийца. Вот вам это у нас Мурадов. Так, кузов влево мы посмотрели. Южный фронт, Восточный фронт. Это Мурадов, генерал-лейтенант. Теперь давайте посмотрим, еще там у нас получается. Еще у нас Западный фронт остался. Ну, и Центральный, правильно? Еще у нас остается Никифоров. Никифоров и Мордвичев. Давайте на них посмотрим. Что ж это за такие интересные люди. Никифоров Евгений. Семидесятого года рождения. Слышите? Село Акша родился. Читинская область, РФСР, СССР. Ну, то же самое. Практически никто, звать никак. Пятьдесят три года. Вылез. Вот, все время там рос, рос, куда-то рос. Вот. Ну, давайте посмотрим, что ж он такой за Никифоров этот. Кем он является, этот Никифоров. Достаточно молодой, видите, собственно, ему. Пятьдесят три года. И так с этой двадцатой, ну, тоже, что там, закончил. Да, тоже воздушно-десантные войска. Дальше, дальше. Военная операция России в Сирии. Вот, пожалуйста. Ну, и вторая Чеченская война. Первая Чеченская война. И первый был этап войны. Он участвовал в четырнадцатый-пятнадцатый год. То есть, это палач. Это чистый палач украинского народа. С какой-то читы, слышите? Тоже, тоже полная плесень. Просто плесень. Тоже конвейерный убийца. Геноцидный. Психически схыбленный. Все у него нормально. Ну, и последний там у них есть, этот Мордвичев. Давайте пару слов про него скажем. Про этого Мордвичева. Родился он в семьдесят шестом году. Достаточно молодой получается, да? Генерал-лейтенант. Вот, в Павлодаре он родился. Ну, что Павлодар? Павлодар, Павлодар. Это же вообще там, где этот Павлодар? Кто-то его видел, этот Павлодар? Тоже с самого нижнего низа поднимался. Где он только и на Сахалине был, и так далее, и так далее. Какая же у него биография? Давайте посмотрим. Ну, этот академии заканчивал, служил в Южном Сахалинске. Этот как бы больше в генеральный штаб вооруженных окончил военную академию. И для него, конечно, самый такой был, он Южным фронтом командовал, считал, округом командовал, считал фронтом. Считалось, что его украинские патриоты уничтожили. Но получилось, что не уничтожили. И он жив оказался, этот Мордвичев. Это тоже редкий психопат, убийца, серийный и геноцидный. Вот вам такой, получается, букет людоедов. Сегодня Путин их уже полностью легиметизировал. Они руководят фронтами. Ну, для этого вроде у нас есть главное разведуправление Буданов. У нас есть эти спецоперации, там подразделения. У нас есть Малюк, там с собакой черной фотографируется все. Мышцы качает, такой здоровый уже. Вот, что уже его, я не знаю, как там помещается в этих на стульях и в автомобиле, видно, да, рессоры какие. То есть, у нас, как бы мы содержим с вами, это мы, украинцы, содержим нашими деньгами. Вот разных таких людей, которые должны уничтожать разных террористов, убийц украинского народа. Вот я бы вам описал такую ситуацию. Что они будут делать? Ну, во-первых, поскольку это серийные конвейерные убийцы, поскольку они садисты, поскольку они все умалишенные. Вот, они будут гнать насмерть, конечно, своих соотечественников, типа. Хотя, этот, типа, с Дагестана, тот щиты, тот тоже откуда-то там. То есть, они все какие-то, для них вообще те солдаты, с которыми они воюют, и мы видим это по этому, если не ошибаюсь, кузовливу. Они их рассматривают, как пушечное мясо. Они все огромные карьеристы. Они все хотят, они достаточно молодые. То есть, они еще имеют какой-то, думают, жизненный ресурс. Они все голодные, жадные, кровожадные. Поэтому, вот, из этого надо исходить. Поскольку они являются геноцидниками, террористами, ну, тогда известно, как надо в теории и практике революционных войн освободительных, антиимпериалистических войн. А Украина ведет революционную освободительную войну, ну, которая носит антиимпериалистический характер. Потому что Украина воюет против бывшей митрополии, Московии, Российской империи, Советского Союза и так далее. И сейчас это Россия, так называемая, тоже, по сути, остаток империи. То, логично представить, что в рамках, ну, по теории и практике этих войн, прежде вот такие, типа, руководители фронтов, они являются заслуженной целью, мишенью. Очень такой важной мишенью для уничтожения, чтобы происходила дезорганизация вражеских армий и фронтов. Вот. Так было, кстати, с Ватутиным, чтобы вы знали его, если мне, если я не ошибаюсь, его как раз очень, он получил тогда это ранение от украинских националистов. Фом УПА, кажется, его, так сказать. И именно за что? За то, что, по сути, Ватутин занимался геноцидом вместе с Жуковым маршалом. Они бросали украинских подростков, 14-15 несовершеннолетних, вот в этот давали им бревно в руки и доску какую-нибудь и бросали их в Днепр, чтобы они имитировали атаки на фальшивые плацдармы. Чтобы показать якобы фашистам, что здесь переплывают реку Днепр какие-то представители типа Красной Армии. Это все было ложь. И придумал, как я понимаю, это Ватутин. Вот такой характер спецоперации. Погибло очень много украинских юношей. Вот, ну, считалось так, что этот, как его, Жуков, это убийца, это украинский людожер. Это тот, кто поедал украинцев жильем. Он говорил, что хохлов жалеть не надо. Вот они применили эту страшную тактику. Ребята тонули. Это они жили, это те поколения, которые как раз подросли во время Второй мировой войны на этих землях, которые были заняли, заняла Германия. И вот было заявлено, что все равно их это предатели, типа коллаборационисты, поэтому этих не надо подростков жалеть. Они вырастут, станут антикоммунистами, их надо уничтожать. И вот Ватутин, собственно, и Жуков, они этим занимались. За это же Ватутина, так сказать, ну, достало возмездие, так можно говорить. Жуков свое тоже потом получил. То есть, это враги украинской нации были. И вот сегодня мы видим продолжение этих врагов. Вот вам четыре человека. Мордвичев, Кузовлев, Мурадов и Никифоров. Причем несколько из них уже убивают украинцев и разрушают украинские города с 2014 года. То же самое они делали в Чечне, то же самое делали в Дагестане, то же самое делали в Сирии. То есть, это убийцы. Ну, тогда, соответственно, надо к ним принимать соответствующие меры, как террористам и международным убийцам. Поэтому, что это означает? Будет расти ожесточенность войны. Будут расти потери. Будут расти... Они же таких же себе убийц под себя поставят. Ну, и понятно, что договориться будет практически с такими невозможно. То есть, растет, поскольку назначены такие людоеды конвейерные, то это означает рост ожесточенности, кровавости и эскалации данной войны. Геноцидно-террористической. Но если другие страны, те же, которые я вам называл, Латвия, Эстония, Литва, или там Финляндия, Норвегия, думают, что они не следующие, то глубоко ошибаются. Или та же Молдова на юге. То есть, что показывает характер этих людей? Они уже убивали мирных граждан во многих военных компаниях геноцидных. То есть, это уже сборище перманентных убийц. Вот, что я хотел бы подчеркнуть. Ну, а что делают с людоедами? Не подскажете мне? Вот если там медведь стал людоедом, есть какой-то способ с ним договориться? Нет, нет, никакого способа. Вся практика и теория революционных войн показывает, что такие особи должны фрагментироваться. Других выводов, к сожалению, я не знаю. И, так сказать, других рецептов не существует и практика. Ну, давайте увидим, к чему сейчас это приведет. Но исчезают последние, так сказать, элементы для того, что можно как-то хотя бы остановить войну и мирно как-то хотя бы чуть-чуть, ну, не то что вести переговоры, а просто о чем-то говорить. Просто прекратить огонь. Вот, я думаю, с такими геноцидниками, террористами, серийными массовыми убийцами уже этого сделать не удастся. Это уже практически война переходит фазу на степень уничтожения. Ну, взаимного уничтожения. Вот такой вам бы сделал сегодня, к сожалению, вывод из такой характеристики, прорешедших последних событий. Вы с Олегом Соскиным. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Продолжение следует...